Тем, что жиды Христа распяли. Наверное, я таких, кто такого не слышал, выражение, да? Давайте попробуем этом разобраться. Действительно ли распяли Христа жиды? Прежде всего, вы знаете, что в то время, без решения римского суда в Иерусалиме, никого не было разрешено предавать смерти. Об этом и написано в Евангелиях. Поэтому без римского суда Иисус не мог бы распять. Значит, первое. Без решения римского суда Иерусалиме в то время никого не разрешено было предавать смерти. Следовательно, без римского суда Иисус не мог быть распят. Второе. Распятие на кресте – специфический римский способ казни. Даже если мы видим, в Торе везде упоминается что? Что? Повешен на дереве. Каким образом повешен – неизвестно. Но распятие – это конкретно римский способ казни. Бичевали Иисуса кто евреи? Нет. Нет. Римляне. Так, третье. Бичевали Иисуса римские солдаты. Четвертое. Казнь непосредственно осуществляли римские солдаты под руководством римского сотника. И они же стерегли крест и могилу. Казнь непосредственно осуществляли римские солдаты. Под руководством римского сотника они же стерегли крест и могилу. И, кстати, склеп был опечатан римской печатью. Ну, так что, можем будет говорить, что итальянцы убили Христа? Давайте будем их всех... Почему же итальянцам мы не говорим? Но евреи приложили к этому руку. Евреи тоже приложили к этому руку. Естественно. Потому что учение Мессии, оно было неприятно, прежде всего, для тех, кто был лидерами Израиля, верхушки Израиля и первосвященниками в то время. И я действительно верю, что настаивали и первосвященники, и лидеры Израиля на смерти Иисуса Христа. Ну, скажите, что самое страшное могло бы произойти? Как вы думаете? Если бы Понтий Песлат послушался свою жену и выпустил бы Иисуса, оплеванного, побитого, правда? Он бы тогда не выполнил свою миссию спасения человечества, и уж тогда бы иудеям точно нечего было бы волноваться. Иисуса Христа, поверьте. И Иисуса сам добровольно шел на смерть. Это самопожертвование его. Конечно, это не снимает вину с тех, которые осуществляли все эти процедуры. Почему же евреев обвиняют в том, что они распяли Христа? Если говорить даже о процентном отношении евреев. Вы знаете, что евреев в то время было где-то около трех миллионов, да? И не все присутствовали в Иерусалиме. Ну, будем считать, где-то полмиллиона или больше присутствовало в Иерусалиме. Пусть даже миллион. Из них, которые присутствовали на казни, было немного людей. То место, где находится вот эта возвышенность, где осуществлялась судебная процедура, и площадь где-то вмещает не больше ста человек. Поэтому, даже если эти люди кричали, и это были люди, которые подобраны, избраны, не каждого бы пустили в притарию. Согласны? Я думаю, что это были конкретные люди, которые были виноваты в этом. Почему же обвиняют всех евреев? Потому что лидеры Израиля сказали, что кровь его на нас и на детях наших. И я вот совсем недавно в одной из христианских церквей слышал такую проповедь, что евреи, они предали Христа. И вы знаете, это нормальная церковь, хорошая, и хорошие проповедники. Все. Ну, евреи предали Христа, и вот они из-за этого получили, пострадали при Холокосте. Кто с этим согласен? Помните, я говорю, что это наглая ложь. Если мы почитаем 32 главу Исхода, там, где говорится о характере Божьем, то там говорится, что милость Божья распространяется на сколько поколений? На тысячу поколений, это 30 тысяч лет. А Божьи наказания, даже если наказание припоминают, как в оригинале сказано, на сколько? На третье, четвертое поколение, на детей и на внуков. То есть, смотрите, иначе мы должны усомниться в самой природе Бога. Согласны? Бог в этом отрывке говорит сам о себе. То есть, даже если эти люди сказали, что Его смерть на нас и на детях наших, и даже если эти люди представляли собой, ну, как представительство, весь Израиль, то на сколько поколений Божьи наказали? На три-четыре поколения. Вообще-то Иисус говорил, прости им. Неужели по просьбе своего сына отец не откликнулся? Но даже если говорить так, вы помните, что с Израилем последствующее произошло? Через 40 лет, если казнь была около 30-го года нашей эры, мы точно не знаем. Некоторые 33-34, некоторые говорят, что раньше произошло, по крайней мере, в 35-м году у церкви уже были определенные проблемы этического характера. Помните, между эллинистами, эллинизированные евреи? Значит, к тому времени уже церковь некоторое время существовала, что возникли проблемы. Значит, думаю, где-то 30-й год. В 70-м году нашей эры какое произошло событие? Разрушение храма. Это было не обы что, чтобы вы поняли. Евдейская война стоила евреям в миллион 100 тысяч человек. Из них 900 тысяч было уничтожено в самом Иерусалиме. Представим себе, если взять территорию современного Израиля, она сравнима с Молдавией, да? Даже немножечко меньше. Даже немножечко меньше. Я сам сверялся. Немножечко меньше территория современного Израиля. Сколько населения в Молдавии? Ну, это тоже около 3-х миллионов человек. Население Израиля сейчас чуть больше 5-ти миллионов, но до 6-ти не дотягивает. То получается, в современной Израиле очень большая плотность населения. Вы знаете, в одном городе с окрестностями живет миллион человек. Это Тель-Авив с окрестностями. В Иерусалим, конечно, сбежались люди со всей Иудеи, и сейчас защиты. Поэтому там тоже где-то было около миллиона человек. И 900 тысяч было уничтожено. Случилось такое с Молдавией. Это было бы страшное бедствие. Страшное бедствие для молдавского народа. И, например, если бы в Одессе, которая тоже около миллиона человек, вдруг было уничтожено 900 тысяч человек. Это вполне сравнимо с атомной войной. Подследствия такие же самые, только нет радиоактивного заражения. Согласны со мной? Является ли это наказанием? 40 лет это для кого? Для детей. Но вы знаете, прошло еще 60 лет. И в 132 по 135 год Израиль постигла еще одно страшное бедствие. Война под руководством Барковбы, который объявил себя Мессией. Как вы помните. И тоже было много евреев уничтожено. А остатки были рассеяны по всему свету. В самом Иерусалиме евреев уже не оставалось. Небольшое количество еврейских поселений было на побережье. Христиане в основном были отселены на Кавказ. А оставшиеся евреи были проданы в рабство. И рассеяны по всей территории Римской империи. Достаточно ли это наказание для детей и внуков? Даже для правнуков. Да? Вот вам и четвертое поколение. Я думаю, на этом то проклятие, о котором говорили, что кровью он на нас и на детях наших и закончилось. Мы говорили, что все последующие события истории, они сделаны для блага язычников. Поэтому должны благословлять язычники все страдания еврейского народа, которые могли позволить им, правда, могли позволить им продолжать находиться в Божьей милости, в Божьем спасении. Хорошо. Следующая крепость. Проклят ли Израиль? Есть такая знаменитая, 28 глава, я ее вам всю не буду засчитывать, во второзаконии. Не знаю, как вот здесь в Библии написано, но есть такие Библии, которые комментируют эту главу. Так, если у вас есть такие Библии, знаете, в которых как бы подзаголовки существуют. Нет же подзаголовков, в действительности. И вот есть Библии, которые говорят, там 15 первых стихов, они посвящены благословениям, да, остальные стихи до конца главы посвящены проклятиям. И есть такая комментария. Это благословение Бога к церкви, а там, где начинается проклятие, написано, проклятие Бога Израилю. Интересно, да? Действительно ли проклят Израиль? Потому что там часто повторяется проклят, проклят, проклят и проклят, да? Давайте попробуем с этим разобраться. Я использую материалы ортодоксальных равенов, Адина Штензайца и Рава Шая Гиссера. Итак, на основании того, что говорят проклят тот, который то-то, 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 христиане считают, я опять-таки говорю, не все христиане, когда я говорю даже в случае про сопоставления христиана, тех христиан, которые так считают. Правда? Итак, христиане считают, что слово, что действительно Израиль проклят. Что же такое означает слово проклятие в русском языке? Вот как это сказано в толковом словаре. Слово проклят. Первое. Крайнее бесповоротное осуждение, знаменующее собой полный разрыв. Крайнее бесповоротное осуждение, знаменующее собой полный разрыв. Отторжение. Второе. Анафема, отлучение от церкви. Второе. Анафема, отлучение от церкви. И третье. То, что тяготит, мучает и делает несчастным кого-либо. Знаете, бывают люди целой семьи, проклятые и наследственные проклятия. Правда? Их не отлучали от церкви. Но они страдают. Они несут на себе нечто. И оказывается, что слово проклятие есть много разных вариантов этого слова. И в речи. По крайней мере, я знаю три. Одно из этих слов называется арур. Арур. Арур – глагол. Значит, арира. Арира. Проклятие. От глагола арур. Арира. Второе. Керет. Или карет. Карет. Это что? Отсечение. То есть, арур означает находиться, то, что мы говорили, в тяжелых обстоятельствах. Находиться под гнетом, под уникением, то есть, под проклятием. А керет – от слова отсекать. Я, например, верю, что знаменитое слово карате не означает пустая рука, а означает секущее движение. У того же корня молдавский, корень курат, нож, курец, тоже резать. То есть, и того же корня секира. Шекира. То, что отсекает. И киру, японский глагол резать, тоже, когда харю кирит, получается харакири. Резать, отсекать. И это уже говорит о том, что действительно кто-то кого-то отсекает, проклинает, и он больше не принадлежит этой части. Итак, какое же упсу дроблено слово? Вот есть в Берешит, то есть, в первой книге Бытия, 17 лад, 14 стих. Там сказано, его душа будет отторнута. Нихрета. Нихрета – это страдательный загол от глагола карет. То есть, его душа будет отсечена, отделена, отторнута, разорвана, да? Но в тех местах, где есть употребление слова «арура», например, «проклята земля из-за тебя». «Арура» – земля из-за тебя, в страданиях будешь есть плоды все дни жизни твоей. Тернии – вот что будет родить она тебя. Это Берешит, 3 глава, 17-18 стих. Значит, здесь говорится о чем? О том, что земля отторгнута от Бога, или в какое-то пространство отброшено. О том, что земля находится под угнетением, в смысле под проклятием. И в таком же отношении «арур» употребляется в этой знаменитой главе Таразакония. Кстати, третье еще значение, в памяти мы говорили, третье значение – проклят. Калелет. Вот там проклят – тот, кто повешен на дерево. Вот это проклятие относится к Ишуо. В частности, от слова «коль» – голос, да? Калелет – это означает проклинать голосом, когда я произношу какое-то соответствующее проклятие. Хорошо. То есть, есть три разных слова. И нигде в этом смысле не говорится, что народ Израиля будет проклят, как отсечен от Бога. Он будет проклят, он будет наказан в том смысле, что будет подвергаться определенным наказаниям. Опять до чего? До определенного времени. Это наказание является не вечным. Это наказание не является вечным. И мы говорили, что Израиль был рассеян среди всех народов. И появилось такое явление, как Галут. О Галуте мы немножко поговорим позже. Мы сейчас будем говорить еще о крепостях, да? О крепостях. Следующая крепость – какая? Кровавый навет. И, к сожалению, даже вот здесь православная церковь в Одессе и в наше время рассылает листовки такие, что, оказывается, не ешьте кошерных продуктов. Те продукты кошерные и кошерные, это иерейские равины, берут кровь и окропляют эти продукты. Бутылки с минеральной водой, упаковки и так далее. Потому что все освещается кровью. Вот такое вот совершенно, совершенно, я не знаю, искажение, дикое какое-то искажение. Проходят фильмы. Фильмы, знаете, даже сейчас поднимаются вот эти всякие дела, которых евреи объявили в кровавом налете. И даже сейчас вот распространяется в дисках, сидит в дисках, в прокате различных фильмов о том, что евреи продолжают совершать кровавые жертвопродушения. На Пасху берут младенцев, колят их, закалывают, может, насмерть, может, там, и так далее. Я бы проще взял, пошел на станцию переливания крови. Но не знаю, но евреи такие вредные. И берут эту кровь и капают себе в массу. Постоянно. Вы знаете, что есть особый убой в скита. Способ убоя скота. Шкита называется, да? Она существуется таким образом, чтобы вся кровь из животного вышла. И мясо кашируют евреи. Наоборот, чтобы кровь не попадала в продукты. Потому что всякое употребление крови в иудаизме, в пищу имеется в виду, не с медицинскими целями, употребление крови в пищу в иудаизме запрещено. Вы знаете. И это очень строго. Кстати, это предписание относится и к кому? И к христианам. Потому что Новый Завет, в 15 главе Деяния Апостола, это подтверждает. И помните, когда Ишуа Мессия говорил в 5 главе Евангелия Иоанна, в этом сказано, что вы будете пить мою кровь, да, есть мою плоть. И после этого многие евреи, приняв это буквально, отошли от него. Потому что им это казалось дико. Несмотря на то, что многие католические священники и православные писали об этом и говорили, что сам этот кровавый Новый Завет абсолютно не имеет никаких оснований. И даже не надо рассматривать возможность такого существования. Все равно в народе постоянно вот это возогревается. Такое мнение. Если уже говорить о том, кто чью кровь употребляет, то вы знаете, что католическая, я не знаю, наверное, и православная церковь, но католическая точно, верит в догмат преосуществления. То, что во время причастия так и точно хлеб превращается в плоть, а вино превращается в кровь. Поэтому, если уже кто пьет кровь евреев, так это те люди, которые в это верят. И они причащаются еврейской кровью. Но евреи христианскую кровь не пьют. И это абсолютно точно я вам могу сказать. К сожалению, это постоянно продолжает все муссироваться. Поэтому создаются очень много крепостей. Очень много крепостей. И такие крепости, которые связаны с преследованием. Они больше в еврейских сердцах. Я удивил. Вот неделю назад, в воскресенье, я рассказывал, я рассказываю цикл истории. И приходят в клуб различные и христиане, и там православный батюшка заходил, и из баптистских церквей, и мессианские евреи. Приходят, и в пятидесятники туда приходят. Но одна женщина в полном серьезе была страшно уделена, когда я говорил, что антисемитизм продолжается. А что, антисемитизм разве есть? Ну, вы понимаете, что многие христиане оторваны от телевидения, от средств массовой информации. Это и хорошо, и плохо. Потому что все-таки надо знать, что в мире делается. Поверьте, антисемитизм сейчас растет. И особенно растет во многих странах. Даже в Соединенных Штатах Америки есть случаи антисемитизма, которые, казалось бы, проеврейская страна. И много случаев антисемитизма есть во Франции. Ну, а уж на Украине будем справедливы. Очень много. В России еще больше. Так что, поверьте, случаи антисемитизма были, есть и будут. До какого момента? До тех пор, как Иисус придет, поверьте. До этого момента. Вот скажите, если бы еврейский народ осуществлял свою функцию и роль только до того момента, так как пришел Иисус Христос? Стал бы так дьявол ополчаться на еврейский народ в 20 веке? Что, только из личной мести? Нет, я верю, мы будем об этом говорить, что есть определенная роль, которая предназначена для евреев в наше время и еще в перспективе в будущем. То есть, я абсолютно твердо уверен, что роль еврейского народа в Божьем плане не закончена. Наоборот, она будет возрастать к концу времен. Об этом пророк Захарий написал. Ну, теперь будем говорить о крепостях, которые находятся в сердце евреев. Вот в течение двух тысяч лет именем Иисуса Христа что делались евреи? Унижали, избивали, устраивали погромы, отбирали их имущество, изгоняли из городов и целых стран, запрещали им жить во многих местах. Это знаменитая черта оседлости, вы знаете. Страшный позор. Если мы говорим о гетто, если мы говорим о резервациях для индейцев американских, то царица Екатерина II всю западную часть Украины превратила в огромнейшую резервацию. И последующие цари тоже подтверждали это. Так называемая черта оседлости. Запрещали евреям заниматься сельским хозяйством, ремеслами, и тем самым вынуждали заниматься ненавистным народу растощищенством и торговлей. Евреев сжигали на кострах, это инквизицы, иммораны, уничтожали различными другими способами, порой целые общины, насильственно крестили, насильственно отбирали детей и крестили их, как в индивидуальном порядке, так и в практике государства. Государства, хотя евреев было очень мало в царской России, количество детей и количество призываемых с еврейского народа в 10 раз превышало то количество акцент на призыв в остальных народах. Николай I, вы помните, он хотел уничтожить евреев. И так как евреи рано женились и не хотели идти в армию, то захватывали еврейских детей 13 лет, их насильственно крестили, и это назывались кантонисты. Когда Николай I умер, у евреев был очень большой праздник. Они так радовались, что говорили, что умер второй Аман. Вы знаете, что Николай I издал за свое правление больше антиеврейских законов, чем Гитлер за свое правление. У него был один год, в один год он издал 300 примерно антиеврейских законов. Представьте, 360 дней в году, вот там 54 недели, по воскресенью он не издавал законы. Ну и некоторые праздники. А так что-нибудь обязательно находил для того, чтобы ущебить евреев. Они не были столь жестокими, как у Гитлера, вы понимаете. Но постоянно он в какие-то положения против евреев ходил. И знаете, что неудивительно, имя Иисуса Христа ненавистно евреям. Все знают это. Или кто-то еще не знает. Потому что все это делалось символом креста и именем Иисуса Христа. И если евреи видят где-то крест, то они понимают его не как символ спасения, как христиане, а как символ унижения. Поэтому рекомендуется Христос заменять на машиях, помазанник, потому что это есть настоящий перевод. Иисус Иешуа или спасение, или спаситель означает. То, что мы называем Ветхим Заветом, это Танах, это еврейское слово. Крещение – это водное погружение, твила, вы понимаете, что это еврейский термин, и нужно говорить с евреями на их языке. Недопустимо никакое население по отношению к евреям. И вообще, если нет любви к еврейскому народу, если для нас евреи не мы, а они, то лучше вообще молчать и молиться Богу, правда, а не проповедовать. Помните, как Штирлиц прошел 20 лет в Германии, в Танах говорит, мы евреи, а не мы евреи, говорит, мы немцы такие-то, такие-то в Таваду, а какие же мы немцы? Ну, про Штирлица есть много анекдотов, не буду сейчас говорить. Итак, мы должны помнить, что христианство всегда противостояло евреям, и для еврея очень много и очень сильных камней и крепостей, которые связаны с этим историческим планом. Хорошо, давайте разберем, давайте разберем, каков же план по отношению к Израилю и по отношению к Церкви у Бога. Я сейчас не буду вам говорить полностью о всем Божьем плане. Я буду говорить с того момента, как Ишуа воскрес, вознесся на небо, и некоторые приняли Иисуса, некоторые не приняли Его. И говорят, что на этом Божий план по отношению к Израилю закончился. Место Израиля занял Церковь. Правильно это или нет? Какое же явление произошло после того, как был разрушен первый храм и как евреи были изгнаны? Это явление называется Галут. Галут. Было ли это Божьим планом или не было? Да. То, что мы говорим Россияния или Галут. Было это Божьим? Я безусловно верю, что это было Божьим планом. Кстати, само слово Галут имеет корень Гал. Гал это волна, круг, колесо. Знаете, есть возле солнца видно такое Гала, говорят, да? Еще говорят Голь перекатная. Или сказка о казаке Галоте. Да? О казаке в Галуте сказание. Откуда у нас интересное выражение Голь перекатная? Потому что Гал это колесо или глагол катиться. Катиться. Поэтому Голь перекатная. А почему же она Голь? Потому что еще одно значение Гал означает быть открытым. Быть открытым и, как говорят, голым. Слово голый от этого и произошло. Например, открытка. слово открытка она и по-еврейски имеет тот же самый смысл. То, что открыто. Гилюй. Гилюй. Открытка. А глюя. Глюя. Гилуй это бриться. Глюя. Глюя открытка. Глюя открытка. А гилуй означает бриться. Вот, например, сакин это нож. нож для бритья сакин гилюй. То есть, нож, чтобы что? Голиться. Есть украинское такое выражение? Вот отсюда и происходит голь перекатная. То есть, евреев бог как дунул и покатились сказал Господь, а катитесь вы на все четыре стороны. И они покатились. Еще мы говорили, это значит быть открытым. То есть, если евреи жили в Израиле, замкнуты, закрыты и общины, то теперь они стали открыты и разошлись по всем странам мира. И как вы думаете, есть ли какая-то страна, где не было бы евреев? Нет. Евреи есть абсолютно в всех странах. Я где-то слышал такое, что в Китае нет цыган. Вот. Они там воробьев истребили и вообще там всякие паразитические, как они считали, элементы. Поэтому говорят, что цыган нету. А цыганы не паразиты, но я имею в виду, что так оценивают их некоторые. Гитлер в частности. Но евреи в Китае очень много. По крайней мере, полмиллиона человек объявили себя евреями. Вообще, очень интересно, евреев невозможно посчитать. Чем больше евреев уезжают, тем больше их становится. Это статистика. На Украине было полмиллиона евреев. 500 тысяч уехало. Сколько осталось евреев? евреев? Когда посчитали вот это, помните, в 2002-2003 ходили перепись населения, то оказалось, что 50 тысяч человек записали себе евреями. Но когда взяли количество тех людей, которые получают помощь от всяких синагог, еврейских организаций, их оказалось 500 тысяч. Поверьте, сахнутый, если у кого нет еврейских корней, он так евреев быстро тебя не признает. Так что евреев пересчитать невозможно. Евреи во всех странах мира находятся. И Галут, я верю, что это действительно Божье действие. Божье действие. Но есть определенные моменты. Для чего же происходил Галут? Для чего же происходило это растение? Опять-таки для обогащения неевреев. Если мы посмотрим, кто самый выдающийся ученый всех стран мира? Мы говорим немецкие ученые, американские ученые, и так далее. Русские, ну русские это вообще несуществительное прилагательное к нации. русские и так далее. Но вы знаете, много евреев. Кто выдающиеся музыканты? Как вы думаете, это специально сделано? Для обогащения культуры тех стран, которые были евреи. Есть евреи, которые не признают себя евреями. Но они все равно остаются евреями. В Божьих глазах и в глазах антисебитов. очень трудно себе скрыть еврейству. Итак, что же сыграло положительное и отрицательное? Запишите, кто инициатор Галута? Бог. Он говорит, я рассеял Израиля, я соберу их. Инициатор Галута Бог. Я уверен, что Галут является частью Божьего плана. это не просто наказание. Некоторые говорят, что Галут это наказание для евреев. Да. Но это не только наказание. Это часть Божьего плана. Это часть Божьего плана для того, чтобы обогатить все нации мира. И в рассеянии Бог никогда не оставлял евреев. Отметьте, в рассеянии Бог никогда не оставлял евреев. В гонениях возрастало упование евреев к Богу. Вы знаете, что были времена, когда евреи забывали Бога. Но когда начинались гонения, вы сами смотрели этот фильм «Скрипачная крыша». Помните, да, «Скрипачная крыша», как он говорит, пришло время как раз явиться Мессией. Действительно, потому что дальше уже и хуже уже быть не может. И что говорил по этому поводу Бог? По этому поводу Бог говорил, что Он никогда, ни при каких обстоятельствах не оставит Свой народ. И в том числе и в Галуте. Давайте откроем Иезекииля, 11 глава. Иезекииля, 11 глава. 15 и 16 стих. Это слово Господа к кому? К Иезекиилю. И было ко мне слово Господне. «Сын Человеческий, Твоим братьям, Твоим единокровным и всему Дому Израилеву, всем им, говорят, живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи, так говорит Господь Бог, хотя я удалил их к народам и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». Дословно, когда говорится «Твоим братьям, Твоим единокровным», отметьте это место, 15 стихе, там, где здесь написано «единокровных». Знаете, что там написано в оригинале? «Скажи Аншей Геула Теха». Аншей Геула Теха. Анашим – это что? Люди. Аншей, в данном случае, идет дополнение, что означает «скажи людям». Геула. Геула означает «избавление». Скажи людям Теха твоего избавления. Скажи людям твоего избавления. Геула – спасение, избавление. То есть, ты находился в какой-то смертельной опасности. И что? Бог тебя от этой опасности спас, избавил. И есть избавитель. Ха Гоэль. Слово Гоэль используется в Танахе о таком человеке, который выкупает из рабства родственников. Помните, есть такое положение, что если кто-то из евреев попадает в рабство, то ближний родственник обязан его выкупить. И этот человек называется Ха Гоэль. Ха – это определенный артикль. Гоэль – это тот, который будет выкупать. То есть, скажи людям твоего избавления, говорит Господь. И отсюда появляется надежда на того, кто избавит. Избавителя. На Гоэля. Если нет плена, то нет и выкупающего. Правда? Если человек оказывается в тяжелом положении, что он не может полагаться на свои силы, он полагается на того, кто его спасет и кто его искупит. И кто это? Мессия. Чем больше приходили страшные гонения, тем больше усилились надежда на приход Мессии. Вы помните, что после восстания Богдана Хмельницкого, когда было самое тяжелое положение, некоторые поверили, что пришел Мессия. Это был же Мессия, Сабота и Цви. Но в такие моменты гонений обязательно усиливается и возрастает надежда на Мессию. Итак, Гоэль – это родственники, которые выкупают, да? Тех, кто уведены в плен. И тот, кто искупит – это искупитель. Искупитель – значит надежда на искупителя. Дальше интересно. «Да это скажи, так говорит Господь Бог, хотя я удалил их народом и хотя я рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». Вообще-то непонятно. Некоторые святилища, вроде и не святилища. Правда? Что такое святилище? Кадош Кадаш Кадашим. Святое святых. Это место пребывания Бога. И Дописано в оригинале «святилищем малым». Евреи, которые дословно переводят это, говорят, что «малое святилище» – это синагога. Но там сказано, что Бог будет малым святилищем. То есть, что означает? «Евреи ушли из земли Израиля в рассеяние». Это означает, что Бог вместе с евреями ушел в рассеяние. Интересная мысль? Допишите ее. Бог сам говорит, что «я буду для вас» – там вообще не стоит предлог. «Я буду» – или «вам», или «в вас» – там не стоит предлог. «Я буду святилищем малым». Каждая еврейская семья, даже самая маленькая еврейская семья – это святилища. Да? Это прообраз народа, царственного священства. Помните, вот этот фарисейский принцип, что субботний стол – то же самое, что алтарь. Некоторые говорят, могут ли мессианские евреи говорить, что Бог заповедовал нам зажигать свечи? Потому что вроде бы нет в этой заповеди Тори. А я говорю, что могут говорить. Если мы царственное священство, то те заповеди, которые относились к священству, а священникам – левитам, предписано было зажигать свечи в храме? Значит, это относится к нам. Если левиты прилавляли хлеб или приносили хлеб в святое предбожье лицо, и потом часть этого хлеба разделяли между собой, осуществляя трапезу, когда уже этот хлеб убирали от лица Господня, то имеем мы право это делать? Да. Мы тем самым показываем, что Бог с нами, Бог в нас. И Бог – святилище наше, святое святых, которое с нами и в нас. И так вы видите, что Бог не и знал евреев, а сам остался где-то в каком-то месте. Бог сам разделил все тяготы и решения Галута вместе с евреев. Точно так же, как Бог из великой любви отдал Сына Своего Единородного, да, страдал Бог? Точно так же Бог страдал и страдает в виде мучения каждого еврея. Но не все евреи еще открыты, правда? Потому что вот эта пелена – это закрытие лица до времени. До времени, до определенного времени. И от нас зависит, когда это время наступит. Я думаю, что оно уже наступает. Еще не вполне, но уже наступает. Хорошо. Итак, записываем, что гонения укрепляли и способствовали сплочению еврейского народа. Знаете, евреи – удивительный народ. Если их где-то начинают гнать, они собираются вместе. Если их никто не гонит, они начинают гнать друг друга. Это мы видим часто в Израиле. Знаете, что в Израиле бюджет на поддержание всех этих ортодоксальных еши, ортодоксальных общин, он превышает бюджет обороны Израиля. И ортодоксальные евреи не признают мессианских евреев, кстати, они тоже не признают и реформаторских евреев, и когда начинается у евреев грызня. Но если кто-то нападает на Израиль, правда, евреи всего мира, они идут защищать Израиль. Итак, первое, что Бог никогда не оставлял евреев. Гонениях возрастало упование евреев Богу. Второе. Гонения укрепляли и способствовали сплочению еврейского народа. Общие беды взращивали любовь к ближнему, взаимопомощь, верность друг другу, верность земле Израиля. Третье. Третий момент. Именно Галут, Россияния, родил евреях нужду в Хагаэль, Избавители, Мессии. Именно Галут, Россияния, родил евреях нужду в Избавители, Хагаэль, Мессии. Вы помните, что пороки говорили о Мессии? Еще Исаия, Иеремия, Иезекииль, который уже жил во время пленения, они говорили о Мессии. Но по-настоящему стремление Мессии к Избавителю у евреев появилось только в Галуте. Четвертое. Евреи оказали влияние на общество и культуру тех стран, где они находились. Я надеюсь, что в скорости мы будем изучать тему еврейская мысль. И там мы это покажем. Четвертое. Евреи оказывали влияние на общество и культуру тех стран, где они находились. Пятый. Пятый. Очень важный момент. Евреям удалось сохранить неизменным Слово Божье – Тору. Вы видели свитки Торы. Вы знаете, они абсолютно идентичны тем, которые Иешуа Мессия считал в синагоге. Я думаю, что еще со времени, когда евреи пришли из Вавилонии, помните, Эзра и его друзья, они это редактировали. Я думаю, что с того времени, по крайней мере, свитки Торы сохраняются с точностью до черточки, до буквочки, до точки, до коронок на буквочках. Вы знаете, что христиане так не сохранили свое слово. Были разные переводы на латинский язык, ульгата, например. Были разные искажения, которые нарастали в последующем. Но евреи абсолютно сохранили Тору. И даже в те времена Средневековья, когда многие священнослужители, даже епископы были неграмотные, каждый еврей в синагоге мог прочесть, пусть хоть самый маленький кусочек, но что-то прочесть из Торы. Не кажется ли вам это удивительным? Правда? Это тоже входило в Божий план? Мы сейчас восстанавливаем, и вдруг бы у нас не было оригинала Торы, а были бы различные переводы, септуагинта, христианские различные толкования. Могли бы мы сейчас с абсолютной точностью говорить о некоторых вещах, о которых мы можем говорить, читая Тору в оригинале. И это величайшая заслуга евреев. Следующее. Евреи были камнем преткновения, или пробным камнем для всех народов мира. Опять-таки у пророка Захарии, у пророка Захарии. И будет тот день, сделай Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя. А соберутся против него все народы земли. Все народы земли собирались, еще соберутся, я верю, что это частично сбывшееся пророчество против Израиля. Правда? И всякий, кто пытался поднять этот камень, погибал. Помните, Вавилон, потом Персия, потом царство Александра Македонского, и все эти царства разрушились. И Рим. Да, кстати, вы знаете, что Бог римлян тоже доказал? Да то, что они распяли Иисуса Христа. Вы знаете, что современные римляне на 90% это потомки готов. Это не те римляне, абсолютно не те римляне по крови. Это германские народы. Интересно, что после так знаменитой Годской войны, потом последующей чумы Истиняновой, население Италии составило, осталось только 10% от населения Италии. А от Рима население осталось только 5%. А вы знаете, сколько процентов составляли евреи в Римской империи? От 5 до 10%. Вот я и думаю, наказал ли Бог римлян? Да? За то, что они были виновны в распятии Ишуа. Так что нельзя говорить, что только евреи. Дальше. Пытались другие страны поднимать. Турки пытались поднимать Израиль. Да, хрестоносцы сначала. Потом турки пытались. И что случилось все с турками? Турция, как государство, была сильно урезана. Она была сильно урезана именно тогда, когда турки приняли ряд мер против христиан и евреев в Израиле. Помните знаменитая резня против армян? И как раз турки евреев преследовали в то время. И Англия, которая сменила Турцию, тоже надорвалась. Все страны, которые пытались Израиль завоевать, они все были надорваны. И все погибли. А Израиль что? Жив. Жив. Хорошо. Дело империрования.